ребята привет всем меня послали меня послали ребята не поверите куда меня послали в магазин магазин меня послали в русский короче кое-кто у нас захотел красной икры а красная икра у нас продается только в русском магазине поэтому едем в русский магазин сейчас вот ну и попытаемся попытаемся купить там икры потому что я во первых уже слышал от людей здесь что нету красной икры в магазине перед новым годом все раскупили просто русаки же любят у нас все это самое на на новый год шикануть но я покупают икры кстати даже в интернете я видел ролик нет не в интернете а в тик токе ролик тоже пацан русский немец местный здесь не говорит блин икры хотел себе купить поехал в магазин и нету когда такого не было а вот сейчас нету вот ну в общем я постараюсь тоже постараюсь найти и купить а пока будем ехать будем с вами немножко беседовать обо всем а вот сейчас у нас пандемия продолжается в принципе все закрыто кроме продуктовых магазинов поэтому больше то и поехать никуда вчера я кое-куда поехал по счастливой случайности нашел две находки интересные видео по этому поводу я вам выложу наверное ближайшее время вот но мне нужно сначала как бы эти находки привести в порядок я хотел бы их там немножко в порядок привести потому что внешний вид у них был не очень вот а потом вам показать находки неплохие обе ну и на фоне на фоне сегодняшнего безрыбья это скажем так просто удача поэтому все увидите попозже немножко мне нужно печку включить чуть-чуть холодновато сами видите сегодня 30 значит декабря у нас погода вот такая снег был пару дней назад шел ну где-то в горах он еще оставался в низине вот здесь на на равнине скажем так ни хрена он не лежал потому как тепло слишком поедем в русский магазин у нас их здесь по близости их здесь ну как по близости вот в нашей деревне скажем так где я живу у нас не деревня городок маленький он был один одно время был но он закрылся из-за того что был наверное не рентабельный вот поэтому его закрыли сейчас остались ближайшим скажем так ближайших 30 километрах остались два магазина русских один более-менее большом городе другой в маленьком городе вот ну да обоих где-то километров ну до одного где-то километров 30 ехать а до другого вот сейчас я еду в который это маленький магазинчик тоже это километров 20 наверно до него но в принципе как это как это говорят не пешком идти да поэтому на машине быстренько съездим туда и посмотрим вообще с русскими магазинами здесь скажем так всегда была такая текучка они то вот у нас даже в нашей в нашем городке он то открывался то перенимался другими людьми то еще что-нибудь и вот те магазины которые я сейчас знаю в еду допустим но он еще долго держится а вот другой в большом городе там он постоянно тоже перенимается одни берутся потом бросают потом берутся потом бросают ну в общем скажу не так уж это наверное и хороший такой очень выгодный бизнес вот ну либо сложный бизнес так скажем и многие это осиливают вот русский магазин выгодно держать где-то в большом городе вот и желательно чтобы он был там один потому как конкуренция большая скажем так если два магазина в небольшом городке это значит что они в принципе прибыль свою делят пополам потому что все таки руки магазина за специализированный магазин и там не столько много покупателей сколько сколько в этом в обычных супермаркетах да то есть туда заходят русаки в основном и как обычно там немноголюдно и если в одном городе находятся два русских магазина то это уже слишком как обычно как правило один из них когда-то все равно закрывается вот как у нас в этом в городе было тоже и было сначала два потом один закрылся ну просто нерентабельно было держать его в города где допустим где живут мои родители в аварии в ансбахе там ну сорокатысячный город во первых во вторых если учитывать еще как бы край то есть область этого города вот то это еще наверное тысяч сорок но в общем где-то в общем скажем так на 100000 население у них один русский магазин вот и там дела идут более-менее нормально потому что там посетителей всегда хватает в этом случае там тоже были два магазина в этом городе но один из них закрылся потому что говорю всегда нужно чтобы не было конкуренции вот захочу заметить что цены в этих русских магазинах тоже не маленькие не такие уж и скажем так не не такие как как немецких магазинах там все такой специальный вроде бы товар такое ну для русских для русского населения более-менее предназначен вот и стоит он дороже там и колбаса подороже чем немецких магазинах допустим вот эти русские конфеты которые там продаются я не знаю кто их покупает ну покупают я неправильно сказал не знаю кто их покупает я знаю кто их покупает у меня жена любит покупать эти конфеты хотя их никто не ест нафиг вот но она их покупает иногда вот ну и люди тоже наверно покупают я не знаю что за ностальгия по конфетам по русским у меня допустим совершенно нету такой ностальгии у меня если я допустим я здесь знаю множество видов и сортов короче конфеты шоколада которые ну просто там ни в какое сравнение не идут с русскими потому что они действительно офигенные швейцарский шоколад очень классно вот поэтому как бы у меня русскими конфетами не возьмешь а вот допустим такие специальность специфические продукты как рыбка соленая допустим да икра красная вот это вот вот это как раз таки так я не туда перестроился вот сюда поедем это как раз таки вот этого не хватает в немецких на магазинах не то что не хватает этого нету немецких магазинах вот наверное красной икры ну я не знаю немецких магазинах по моему я не видел где-то иногда под новый год выкидывают у нас тут как выкидывает это такое мое уже совдеповская слова выставляют на продажу иногда черную икру но ребята цены заоблачные в немецких магазинах такую маленькая упаковочка черной икры в которой 20 грамм стоит 1999 то есть практически вы платите за 1 грамм 1 евро можете представить ну что такое 20 грамм это на один бутерброд покупайте себе икры на один бутерброд за двадцатку вот поэтому конечно же не кайф не выгодно вот ну и естественно черную икру мы это самое мы тут и особо не едим потому что дорого ну может кто-то где-то как-то привозит по черному вот и продает я еще таких скажем каналов не надыбал вот а красная икра она доступна она не такая уж и дорогая участвует поедем возьмем если она будет мы возьмем там ну 100 граммовую или 150 граммовую баночку там я не знаю сколько она будет стоит может быть 15 евро не больше вот и рыба соленая немецких магазинах вообще не продается а в соленую рыбку вы можете купить только в русских магазинах их хочу вам заметить что цены на них тоже заоблачные потому что в принципе я сам родом с дона да и у нас там рыба это всегда был такой продукт который нам заменял мясо потому что рыбы там много она есть всегда она всегда доступна на любом базаре можно блин всегда рыбу найти свежую соленую копченую какую хочешь вот и принципе я знаю цены на рыбу какие там есть вот и какая там рыба у нас была соленая там когда когда вы покупаете этого соленого леща или копченого с икрой у вас уже при покупке слюни текут вот либо это будет какая-нибудь засоленная чихонь либо это будет рыбец засоленная либо синька в общем там много вариантов да возьмите даже балык из той же из того же толстолобика или сазана вот это все смотрится во-первых аппетитно и на вкус это конечно там убойно вот и стоит она не столько сколько здесь здесь в магазине вы купите каких-то засушенных блин воблу засушенную неизвестно как по какой технологии и вы за нее отдадите не меньше чем 10-12 евро за килограмм то есть представьте какие цены здесь 10-12 евро за килограмм это дофига вот поэтому ну как бы неадекватные цены здесь на эту продукцию что еще можно в русском магазине купить можно купить допустим какие-то крупы которые недоступны в немецких магазинах вот ну как вот у нас любят допустим русские любят гречневую кашу да варить вот гречка у нас продается по моему только в русских магазинах по крайней мере в немецких магазинах я ее не видел вот так же вы можете купить там пельмени готовые плюс какие-то сибирские там манты готовые ну я бы конечно не советовал никому покупать такие продукты потому как они тоже сделаны неизвестно из чего вот вообще я немножко брезгливо честно говоря брезгливо немножко отношусь к к этим вот русским магазинам не все я там покупаю потому что такие вот продукты как пельмени там ну такие как полуготовые продукты вот они не вызывают особого доверия у меня много упаковок много продуктов продается в упаковках уже вот ну и там более-менее как бы можно уже доверять этим продуктом но опять же не все семечки ребята семечки любимое лакомство русскоговорящих германии это семечки и вот семечки кстати здесь продаются тоже в да и рассыпные они продаются и в пакетиках они продаются разные есть варианты вот и вот кстати сейчас я еду тоже семечек немножко там пару пакетиков возьму иногда знаете это как как в прошлые времена иногда вот так вот хочется там если кино смотришь или что сидишь семечки щелкаешь так сказать вот а мы подъезжаем смотрите вот у нас русский магазин вот где дядька стоит с телефоном и вот мы сейчас сюда припаркуемся и он называется у нас фриши март фортуна вот такой маленький магазинчик вон вы видите уже на рекламе семечки джим вот дядьки выходят все закупаются что-то я подозреваю что икры в этом магазине не найду ладно ребят заканчиваем видео наверное сейчас я похожу по магазину и на обратном пути мы продолжим разговор магазин я снимать не буду потому что смотрят на это здесь не с особым удовольствием поэтому лучше я не буду этого делать ну вот ребят закупился я чуть-чуть вот довольно таки оживленно сегодня в русском магазине много людей вот смотрите еще подваливают ну в общем там скажем так сейчас в самом магазине человек 20 находится уже вот и вот так люди выходят заходят короче ну в общем смотрите что мне значит что что я купил и сколько я заплатил сейчас покажу это опять же к тому что очень дорого в русском магазине закупаться вот смотрите вот он сеток видите да сумму заплаченную 35 евро вот ну и сейчас посмотрим что сколько стоит вот кстати насчет икры все таки она есть вот вот такую баночку я взял значит у нас на баночке стоит 1499 ну как я и говорил 15 евро но здесь 275 грамм вот такая вот другого сорта не было то есть только один сорт все остальное скорее всего разобрали вот в общем 15 евро в общем половина денег из которых я заплатил стоит вот эта банка икры вот потом значит взял вот такой вот сервелат ивушка это опять же из тех продуктов которые вы можете купить только в русском магазине вот такие вот сервелат и всякие колбасы это именно русские вот вот здесь можно купить сколько он стоит я не знаю сервелат сейчас можно даже посмотреть в принципе где у нас тут вот ну я тут в принципе в этих цитлях ни хрена не разбираюсь ладно вот в общем вот такая вот колбаска вот такой кусочек сальца вот иногда хочется такого скажем так попробовать дальше у нас насчет рыбы я вам только что рассказывал да какая дорогая рыба и вот я даже не стал много брать потому что вы знаете с пивком чисто чисто вот так это утолить скажем так оскому сбить скажем так да вот как говорят в народе вот такой вот красноперки мне в принципе хватит вот тем более что у меня сейчас пиво можно только безалкогольное поэтому особо сильно я тут не это самое не не закупаюсь рыбой вот ну в общем вот так вот кусочек рыбки вот такие огурцы какие-то недоспелы ну мне жена сказала возьми вот таких вот огурцов ну я взял вот хотя в принципе огурцы можно в любом магазине купить ну и семечки как я говорил семечки джин написано качественной обжарки там 350 грамм короче в общем за все заплатил 35 евро значит так икра стоила 15 а все остальное еще 20 евро то есть вот так вот это вот 20 евро я думаю что у вас цены намного ниже на продукты да и в немецких магазинах скорее всего будут ниже такие цены вот ну что ребят на этом все в принципе по русскому магазину мы так определились хорошо что я все таки выполнил задание своей второй половины купил ей икры которую она хотела ну в общем все едем домой а смотрю что в магазин люди подваливают и подваливают все на этом все всем удачи надеюсь вам было интересно до следующего видео до следующего видео Продолжение следует...